Минус пять получает руководитель областного отделения Почты России Ольга Беляцкая. Губернатор Михаил Ведерников публично заявил, что в правительстве региона не понимают позиции Почты России, будут встречаться с федеральным руководством и при этом уже ищут альтернативу этой организации, к работе которой у властей есть большие претензии. Тема была подхвачена СМИ и наверняка сюжет еще получит продолжение. История напоминает конфликт регионального руководства с экс-начальницей управления федеральной антимонопольной службы Ольги Меланайц, которая в итоге покинула свой пост и регион. Давайте мериться рейтингами. Минус четыре ставлю главе администрации Великих Луг Андрею Беляеву. Горожане в соцсетях возмущаются тем, что в городе так и не наведен порядок. В частности, люди обращают внимание на запущенные клумбы в самом центре Южной столицы. И это при том, что работа Великолугской администрации по уборке и благоустройству города ранее критиковалась областным начальством. Туда даже отправляли псковских чиновников, чтобы на месте помогли перестроить работу. С учетом того, что грядет конкурс на замещение должности сити-менеджера, перспективы господина Беляева до конца не ясны. Давайте мериться рейтингами. Минус три получает первый секретарь Псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко. За всеми отмеченное молчание после того, как вскрылись причины снятия кандидата от КПРФ Александра Баева с губернаторских выборов. А дело там, как вы помните, в предоставлении сведений о липовом дипломе. Понятно, что ситуация неприятная, бьет по репутации партии. Но молчать в этой ситуации еще хуже, чем делать вид, что ничего такого не произошло. Давайте мериться рейтингами. Опять двойка в дневнике руководителя регионального отделения партии Роста Игоря Романова. Вслед за выдвижением на губернаторскую кампанию он заявился еще на выборы главы Псковского района и другие муниципальные избирательные кампании. Как свидетельствуют списки кандидатов, большой команды у партии Роста нет. Везде видим одни и те же лица. Как руководитель реготделения партии господин Романов получает минус за слабую подготовку к муниципальным выборам. Давайте мериться рейтингами. Минус один ставлю руководителю областного комитета по культуре Ольге Тимофеевой за то, что дала себя вовлечь в совершенно беспертективный проект школа блогеров. Нелепость затеи очевидна всем, а тот факт, что заниматься ее реализацией будет Госмедиахолдинг, только добавляет уверенности в безнадежности этого мероприятия. Давайте мериться рейтингами. Нейтральную оценку 0 получает псковский певец Ян Осин. Перед главными городскими праздниками исполнитель записал видеообращение к руководству Пскова. Мотивом стало то, что для выступления в дни праздников в Псков планировали пригласить по певицу елку. В своем обращении Ян Осин намекнул на неправильную гражданскую позицию певицы. Однако сейчас уже понятно, что елка в концертной афише не значится. Так что, по большому счету, и поводов для горячих споров тут нет. Давайте мериться рейтингами. Плюс один заработал депутат областного собрания от ЛДПР Антон Минаков. Он внес в региональный парламент законопроект, которым предлагается увеличить перечень вариантов использования регионального маткапитала. В том числе разрешить использовать его на покупку легкового автомобиля отечественного производства, на оплату санаторно-курортного лечения или стоимости проезда к месту лечения и обратно, для родителя и ребенка. Впрочем, поддержит ли инициативу либерал-демократа парламентское большинство, это еще бабушка надвое сказала. Давайте мериться рейтингами. Строчкой выше расположился Псковский региональный бизнес-омбудсмен, член КПРФ Аркадий Мурылев. Отмечаю его общую активность в деле защиты прав предпринимателей Псковской области. Помимо прочего, на медне господин Мурылев обозначил самые актуальные проблемы местного бизнес-сообщества на встрече с губернатором Михаилом Ведерниковым и внес свои предложения. Давайте мериться рейтингами. Высокая положительная оценка «Плюс 3» достается председателю областной избирательной комиссии Игорю Сопову. Он провел дискуссионную площадку «Политический пик лета» или «57 дней до выборов» и представил новинку нынешнего электрального цикла по дополнительному информированию избирателей. Давайте мериться рейтингами. «Плюс 4» получает глава «Великих Лук» Николай Козловский. На минувшей неделе он выступил с ежегодным отчетом о работе перед депутатами Великолугской гордумы, представил список достижений по всем основным направлениям жизнедеятельности города и получил от коллег единогласное одобрение. В нынешней, не самой простой для руководства «Великих Лук» ситуации, такая единодушная оценка особенно важна. Давайте мериться рейтингами. Оценку «Плюс 5» ставлю губернатору Михаилу Ведерникову. Как и прежде, глава региона проявляет высокую активность, совершает рабочие поездки по районам и регулярно встречает высоких гостей. За последний месяц в области побывал целый ряд министров, помощников президента и других персон из категории ВИП. Вот и на минувшей неделе в Пскове побывал глава Минздрава Мурашко. Он дал высокую оценку работе региональных властей. В целом, чередой визитов руководителей из Москвы демонстрируется поддержка действующего губернатора федеральным центром перед сентябрьскими выборами. Давайте мериться рейтингами! Это был обзор политической активности от господина Рейтингомера. В следующий раз встретимся через неделю. Еженедельно, субъективно и задорно оценка активности псковских политиков, общественников и прочих публичных персон в программе Рейтингомер. Давайте мериться рейтингами!